Лето, время которое у большинства детей ассоциируется с каникулами и отдыхом. Но именно в эту пору дети наиболее часто попадают в опасные ситуации, приводящие к получению травм либо гибели. Как показывает печальная статистика, основными причинами в летнее время являются ДТП, утопление, пожары, падение с высоты, незаконное нахождение на строительных объектах, в том числе падение в траншеи и котлованы, а также необорудованные детские площадки. Прокуратурой Брестской области особое внимание уделяется вопросам безопасности детей. В начале летнего периода нами проводятся проверки потенциально опасных мест. По требованию прокуратуры в каждом регионе у нас созданы паспорта потенциально опасных мест, выявляются строительные объекты, где дети могут получить травмы и принимаются меры по ограждению, по их безопасности. По требованиям прокуратуры в настоящее время в июне было внесено представление и в Брестке обл. исполком, и потребовано принять меры по безопасности подвалов, где дети совершают преступления, по безопасности дворовых территорий, качели посмотрели. Принимаем меры, чтобы профилактические, которые были бы приняты, чтобы не было никаких травм и гибели детей. За истекший период 2024 года произошло 9 несчастных случаев, где погибли несовершеннолетние. Многие происшествия с детьми видятся на первый взгляд с течением обстоятельств. Однако такие случайности не возникают стихийно, а становятся следствием причин и условий, которые было возможно вовремя устранить. В частности, в подавляющем большинстве случаев дети гибнут либо получают травмы в ситуациях, когда они находятся без присмотра взрослых. За лето 2024 года от воздействия внешних причин погибло 9 детей. Из них утонуло четверо детей, трое детей у нас погибло в дорожно-транспортных происшествиях, дети у нас погибли как и в качестве пассажиров, так и в качестве водителя мотоцикла, так и пешеход. Обращает внимание, что из этих детей двое находились в общественных местах после 23-х в отсутствии взрослых лиц. Также у нас одного ребенка засыпало песком в Столинском районе. По каждому факту прокуратурой проведены проверки, изучено, как у нас органы власти принимают меры по обеспечению безопасности, выявлены нарушения, как в землеустроительных службах, которые не приняли меры по рекультивации земель, что привело к трагическим случаям. Также в Кобринском районе выявлены нарушения в работе сельских исполнительных комитетов, которые не приняли меры по обеспечению безопасности прудов копаней. По каждому факту внесено представление и в настоящее время проверки прокуратурой продолжаются. На сегодняшний день также проверены оздоровительные лагеря, выявлены нарушения при организации питания детей, выявлены нарушения в отношении поведения работников, уволен работник, который не надлежащий поведению его, было в отношении директора лагеря применены меры дисциплинарного воздействия, и проверки продолжаются. Именно от уровня подготовки и осведомленности родителей об опасных факторах, наличия навыков оказания первой помощи, знаний о безопасности в быту зависит не только здоровье, но порой и жизнь детей. А потому нельзя в очередной раз не напомнить о банальной родительской невнимательности, которая зачастую и становится причиной трагедии. Анализируя факты гибели и травмирования детей, сегодня мы обращаем внимание, что несмотря на проводимую работу всеми субъектами профилактики, я, конечно же, хочу сказать, что со стороны родителей должны приниматься меры по контролю за времяпровождением своих детей. Каждый родитель должен знать, где проводит время его ребенок. Получается, если он куда-то уходит и проводит время, купается с другими детьми, родитель должен знать, в каких местах купается. Сегодня у нас законодательством запрещено, чтобы дети до 14 лет купались без своих родителей. Родители это игнорируют. Поэтому со стороны органов власти мы принимаем меры по контролю за безопасностью детей. Но каждый родитель отвечает за жизнь своего ребенка и должен принимать меры, чтобы ребенок его проводил время в безопасных условиях. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.